Завершен прием заявок на конкурс проектов ТОС, который реализуется при поддержке губернатора Приморского края Олега Кожемяка. В этом году ТОС и Владивостока предлагают 70 проектов благоустройства. Общественному самоуправлению военное шоссе исполнилось 5 лет и за это время благодаря активности жителей удалось реализовать несколько крупных проектов. В прошлом году уже в рамках конкурса краевого правительства, значит именно для поддержки ТОС, мы реализовали проект на миллион рублей. Назвали его улица военное шоссе, лучше улица нашего города. То есть мы сделали благоустройство улицы военное шоссе, она для всех жителей военного шоссе, также, естественно, пользуются те люди, которые не входят в ТОС, но тем не менее. Мы смогли реконструировать, восстановить лиера, которая вдоль дороги. Мы смогли поменять старые плохие заборы, которые стояли тоже около некоторых домов, то есть 60-х годов еще постройки. То есть мы их убрали, заменили на легкие, так сказать, современные конструкции. А уже в этом году на конкурс отправили заявку на благоустройство асфальтового покрытия. Как раз вот за моей спиной наша дорога, то есть это как бы наши входные ворота, подъездные пути к нашему соседскому центру и на территорию, так сказать, придомовую. И, конечно, она находится в печальном состоянии. И мы подали, так сказать, на ремонт вот этого внутриквартального проезда. У ТОС Сабанеева-13 тоже уже есть опыт участия в конкурсе. В прошлом году на их задумку была выделена сумма в размере одного миллиона рублей. Проект «Умные ступени» был направлен на замену лестничных маршей, а затем на новые лестницы нанесли развивающий материал, чтобы дети, поднимаясь, параллельно изучали счет алфавит фигуры. И мы реализовали проект, про который уже рассказывали. Ну, действительно, он наш первенец, он наш такая большая радость – проект «Умные ступени». То есть мы полностью заменили лестничный марш здесь и в начале дома частично нанесли развивающий материал, разноцветные буквы, цифры, геометрические фигуры. И тем самым вот детки наши, мамочки, пока с ними идут в садик, то есть они имеют возможность еще и обучаться. В этот раз активисты Сабанеева-13 решили представить проект под названием «Улица родная». Кроме ограждения будут установлены информационные щиты с исторической справкой об улице. С ТОСом у нас уже мы видим какие-то продвижения с той же лестницей. Сейчас подготавливается, я так поняла, проект ограждения. С той стороны у нас дома будет, с информационными плакатами, о которых наши дети теперь будут знать, на какой улице они живут, в честь кого она была названа. Отметим, что тему поддержки инициатив жителей по решению губернатора с этого года вывели на новый уровень. В Приморье заработал Центр гражданских инициатив, который позволяет жителям понять, под какую программу они попадают и как получить поддержку государства для реализации своих идей. А также помогают с подготовкой заявок на гранты, проектов на благоустройство. Анна Дьякова, Денис Вадеев, Новости на Восьмом. Анна Дьякова, Денис Вадеев, Новости на Восьмом.